Всем утренний новогодний привет! Вот и наступила первая рабочая неделя 2018 года от Рождества Христа, которого мы, кстати, и поздравляем с прошедшим вчера 2018 днём рождения. Или 2017. Сложная арифметика, ну вы поняли, короче. Это инфакт на СтопГеймеру. Начнём с анонса. Не то чтобы громкого, да и не то чтобы игры, на своих экранах вы можете наблюдать симулятор массового убийства в школе за авторством армии и Министерства внутренней безопасности страны-лидера в области массового расстрела десятков людей в публичных местах США. Продукт этот основан на программе Edge. Она уже использовалась для обучения полицейских и пожарных. Показывала, как себя ввести, если дело дошло до пальбы. Цель симулятора — донести до учителей набор инструкций по выживанию и спасению детворы в случае, когда очередной неуравновешенный мудак со стволом наперевес решит навестить очередную школу. Будут доступны и режимы от лица сотрудника полиции и даже от лица самого маньяка, видимо, чтобы влезть в его шкуру и более успешно предугадывать его действия, если вдруг придётся. Не то чтобы симулятор этот вы могли после релиза купить в каком-нибудь стиме и опробовать лично, но всё равно штука довольно занятная. Геноцид весёленький, потому что не связан с реальностью и жертвами его являются скандинавские мифические твари. God of War до сих пор не может похвастаться нотариально заверенной датой релиза, зато его геймдиректор Кори Барлак на днях посвятил общественность в некоторые нюансы производственной кухни. Как вам наверняка известно, данная экшн-серия до сей поры опиралась на древнегреческую мифологию, но после не очень успешной God of War Ascension дяденьки с деньгами решили лавочку имени Кратоса прикрыть. Окончательно. Именно по этой причине заметный невооружённым взглядом изменения претерпел и сеттинг, и непосредственно геймплей. Барлаку пришлось убеждать начальство в необходимости создания продолжения. Разработчик стремится вывести франшизу на качественно новый уровень, на котором общественность начнёт относиться к игре серьёзней, как к сериям Uncharted или Assassin's Creed. Пока сама игра, которая должна по идее появиться на в этом году ещё не вышла, тяжело прогнозировать будущее серии, но геймдиректор всё же намекает на то, что как греческая мифология осталась позади, так и скандинавские темы могут в дальнейшем легко и непринуждённо смениться египетскими божествами или даже мифологией майя. В общем, God of War себя в рамки загонять не спешит, и в случае чего мы увидим ещё не один сеттинг этой вселенной. The Vanishing of Ethan Carter, адвенчура для персональных компьютеров и персональных плейстейшенов, 19 января станет и адвенчурой для персональных иксбоксов. Разрыв между этими версиями аж в несколько лет обусловлен тем, что сами разработчики из студии The Astronauts заняты производством шутера Witchfire, а отдавать портирование кому попало они не хотели. Но вот наконец-то нашли достойную, по их мнению, компанию в лице польской Spin Software. Игра получит и поддержку мощностей Xbox One X, запустится на этой платформе в реальном 4К. А также издания для Xbox облагородятся новым «свободным» режимом, в котором можно будет, не отвлекаясь на сюжет, просто бродить по окрестностям игровой локации и любоваться видами. Ради антуража даже трупы с кровищей были с карты убраны. В дальнейшем свободный режим доберётся и до ПК с PlayStation, а также появится поддержка PS4 Pro, но когда это случится, пока неизвестно. Презентация новой фракции для шестой Цивы так и осталась бы рядовой презентацией новой фракции для шестой Цивы, если бы Этнос, представленный в обновлении, не спровоцировал пусть и пустячковый, но скандальчик. Новая раса — это индейцы Кри, под предводительством вождя Паундмейкера. Ориентирована она на вполне дипломатический курс достижения победы, имеет дополнительный торговый путь, а также возможность захватывать соседние неоккупированные клетки и строить вигвамы, продуцирующие жильё, производство и нямку. Даже уникальный юнит у них разведывательный, а особенность лидера поощряет союзы с соседними государствами. Но у главы канадских индейцев Кри Милтона Тутусиса всё же подпекло от того, как его народ представлен в игре. Он оценил попытку Фераксис выставить индейцев в миролюбивой дипломатичной фракции, однако сама механика, по его словам, вынуждает колонизировать прочие народы и отжимать у них землю, что идёт вразрез с мировоззрением настоящих Кри. Так или иначе, господин Тутусис, видимо, осознаёт, что в цивилизации и при игре за Махатму Ганди проще ядерную боеголовку на головы соперников сбросить, чем торговые союзы выстраивать. Так что ведёт он себя сдержанно и ни с кем серьёзно ругаться по этому поводу не намерен. Просто опечален тем, что разработчики не проконсультировались со старейшинами племени и не попросили сперва разрешения добавить индейцев в игру. Ну и напоследок ещё немножко Monster Hunter World. Очередное, уже третье по счёту бета-тестирование таки случится. Пройдёт оно с 19 по 22 января эксклюзивно для PlayStation 4. Для осваивания будет доступен контент из предыдущих тестов, плюс новый квест с ловлей ещё одного монстра. Вроде как для доступа к бете даже активная подписка PS Plus не понадобится, но это пока не точно. Точно, вас ждёт на сайте StopGame.ru свеженький, как из печи, выпуск истории компании Rockstar от Вани Лоева, в котором он рассказал всё об LA Noire и Max Payne 3. Да и вообще мы все без дела в праздники не сидели и навыпускали кучу всякого интересного. Новенький разбор полётов, Уэс и Флинн, самые ожидаемые игры и два начавшегося года и начавшегося месяца, итоги года минувшего в текстовом и видео формате. В общем, всю эту годноту вы легко отыщите по ссылкам из описания. До встречи на StopGameru. Покедова!